Что значит благочестие пред Богом? Какой ответ дороги, Господь? Как не остаться в мире за порогом, а усмирять делами свою плодь? Сказал Господь, вы мало всех признаете, сироты, в добре облегайте вы, себя неоскривлёнными храните, и вечно пребывайте во любви. А кто желает жить благочестиво, в кресте Иисусе, кто решает жить, то заповедь его хранит временера. Не будет мир таких людей любить. Кто думает, что он благочестивый, а обуздать не может свой язык, не может быть он Господом хранимый, ведь мысли Сатана именно хранит. Пусть благочестие наше, как роса, не будет, не будет так, как утренний туман. За это нас тогда Господь отсюда, не устоит от Господа нормальный. Но знает Бог благочестиво, как избавить от всяких искушений и греха, что благочестие весь мир модно исправит, что Божий не был и молодой. Благочестиво, когда я начал эту тему изучать, и вникать, я понял, что это слово, которое неотделимо от христианина. То есть, если ты христианин, то ты должен быть благочестивым. Благочестие и христианство – это такие близнецы-братья. Висет, не знаю, но близнецы. И можно листать некоторые такие высказывания. Поэтому христианин без благочестия, а не христианин. Если, может быть, человек благочестивым, может ли быть человек благочестивым, может ли быть христианином – вопрос. Потому что были в Библии, например, кормилия сотника, который был благочестивый, но рядом стоит ты, боящийся Бога. Поэтому, если ты веришь в Бога, то наверняка ты благочестив, и это в тебе должно проявляться. И в Библии больше всего это слово потребляется как в смысле благопоязненности. Если ты благочестив, то ты и благопоязнен. И чтобы вникнуть в эту тему, нам нужно, наверное, задать вопрос, что оно дает, и для чего оно нужно, это благочестие. Когда мы говорим о нем, то, если это неотделимо от нас, то, наверное, главный вопрос – благочестив ли я? Живу ли я такой жизнью, про которую можно сказать, что благочестивый человек? Если про кормилия сотника, римлянина было сказано, что он благочестив, еще было сказано про старца Симеона, который взял младенца креста на руки, то, что он благочестивый и многомолящийся. И Павел еще упоминает одного брата, который был благочестив, но в законе, почему-то такая оговорка. Но вот эта тема, которая должна быть в каждом крестьянине, или каждый крестьянин должен быть благочестивым, то что это для меня, как это вообще во мне должно проявляться, как мне жить так, чтобы Бог мог меня оценить и сказать, что это благочестивый человек. И вот для чего оно нужно. Здесь целый перечень у меня таких пунктов, которые говорят о благочестии. И, во-первых, надо понимать, что благочестие исходит от Бога. И если оно даровано под действием Божьей силы и является тайной Божьего замысла, а вот в чем это тайна Божьего замысла? В 1 Тимотею 3,16 написано, что Итак, великое благочестие тайно Бог явился во плоти, показал Себя ангелов, то есть Он явился в Иисусе Христе, был проповеден в народах и вознесся во славе. Это великая тайна Иисуса Христа, великая тайна Его благочестия, что Бог явил Себя во плоти, показал Себя ангелом, проповеден в благородах вознесся во славе. То есть, как понять или вникнуть в эту тайну благочестия Иисуса Христа, чтобы нам уподобиться Ему и нам быть как Он. Без действия Божьей силы благочестие в нас невозможно. То есть, ты не можешь его в себе воспроизвести, ты не можешь его какими-то своими усилиями выработать из себя благочестие. И это, может быть, тогда будет вид благочестия. Как некоторые форисеи написано было, приняв вид благочестия, а притворившись благочестивым, подошли ко Христу и стали его искушать вопросами разными. То есть, притвориться можно. Можно на себя некую такую маску надеть и сделать вид благочестия. Но оно проявляется от Бога. То есть, если оно даровано Богом, то это значит, у меня должны быть такие взаимоотношения со Христом, с Богом, чтобы оно во мне проявлялось, чтобы это сила. Вот интересно по действию Божьей силы. Оно является тайной негатива замысла. И в благочестии есть сила. В благочестии есть сила. Первая цифра говорит, что оно очень полезно во всем. То есть во всем. Благочестие, оно во всех сферах жизни будет работать. То есть, неважно, благочестие можно быть везде, точнее. В церкви, дома, на работе. Это некий образ жизни, который проявляется в твоем поведении, в твоем характере, то есть во всех сферах жизни. И является великим приобретением настоящей ценности. То есть, это то, за что на самом деле можно к чему стремиться, чего стяжать. Господи, ну, проверяй меня, благочестит ли я. И если этого нет во мне, то дай мне. Если оно исходит от Бога, если это проявление Божьей силы в нас, то получается, Бог источник благочестия. Он во Христе Иисусе показал нам этот образец благочестия. И если я проверяю свою жизнь, проверяю свое сердце, понимая, что мне приходится подстраиваться, лицемерить или, ну, надевать некую маску на себя, то я могу приходить к Богу и говорить, Господи, Ты источник истинности, Ты источник благочестия, Ты источник того, чтобы явиться во мне и проявляться через мою жизнь. Если Бог явил Себя во Христе, если это тайна, которая является во Христе, то эта тайна может работать и в Тебе. Бог являет Себя через Тебя и проявляет Свой характер через Твой характер. И ты своей жизнью проповедуешь народам, ты ходишь перед ангелами, и ты будешь, попадешь в Садство Небесное. Вот. То есть это великое приобретение. И за это приобретение стоит побороться, за это приобретение стоит молиться, проститься, за это приобретение стоит отдавать жизнь. Потому что приобретая благочестие, ты приобретаешь жизнь. В нем есть сила. Подожди, это второй час. В нем есть сила. В этом благочестии. 2 Тимофея 3.5. И вот интересно, что эта сила, она проявляется, как я уже сказал, в обыденной жизни Я вспоминаю вот на эти слова Подожди, зачем-то эти стихи Первая Тимофея Вторая Тимофея Я вспоминаю стихи, которые 1 Коринфянам 7.16 написано Жена, не спасешь ли мужа? Муж, не спасешь ли жену? То есть верующий муж освещается женой, неверующий муж освещается женой верующей И наоборот, жена неверующая освещается мужем верующей То есть в благочестии есть сила, через которую твои близкие приходят к Богу В благочестии есть сила, через которую они начинают видеть в тебе Христа И понимать, и твоя жизнь начинает и обличать, и твоя жизнь начинает проповедовать И твоя жизнь начинает говорить в Иисусе Христе Благочестие избавляет от искушения Знает Бог, как избавлять благочестивых от искушения, а нечестивых ко дню суда соблюдать То есть, представляете, если христианин не благочестив, то он, получается, переходит на сторону нечестия Есть благочестие, а есть нечестие Есть две качели, две стороны Одного, как бы обратная сторона, что ли И все из нас подвергаются искушению Все из нас подвергаются неким нападкам, неким, ну, мы уже сейчас в стихотарине слышали И в Писании есть, что все желающие жить благочестивы будут гонимы То есть, оно, как бы это благочестие, вводит тебя в проблемы Получается, оно доставляет тебе проблемы Проблемы, которые, ну, больше, может, по плоти, чем по духу Ну, хотя, может, во всех сферах это может работать И если ты благочестив, тебя начинают гнать, то как твое сердце отреагирует? Если это ложное благочестие, или как это ты стараешься себя делать благочестиво, то тебя начнут раздражать эти люди, раздражать эти обстоятельства, раздражать то, что на тебя давит И в результате твое благочестие, ну, маска снимется, и ты там что-нибудь сказанул, или что-нибудь сделал, или там хлопнул дверью Ну, как-то, может, ты, конечно, уже сдерживаешься, но ты же все-таки должен соблюдать все рамки поведения, нормы приличия какие-то Вот, я же христианин, я не могу вырубаться матом, или там еще что-то Или как Наталья мне рассказывает, и сейчас же, там, сотрудница одна, говорит, сейчас же Великий пост И, а, говорит, а эти мне так достали, говорит, ну, я же не могу вырубаться матом Вот пост закончится, вот я им все скажу Вот, то есть это такое благочестие, которое оно, ну, натянуто, да, и оно работает только на время поста, пока праздники А то праздники закончатся, я дам горы своим чувствам В общем, такие вот проявления, они, когда мы говорим о силе Да, если ты делаешь вид благочестия, но, там, ты верующая, и у тебя муж не верующий Или наоборот, ты верующая, у тебя жена не верующая И ты приходишь домой, и, а он видит тебя настоящую, без маски Или она видит тебя Вот, какая ты дома Что из тебя происходит, произливается Как тот пример со стаканом, да, если в нем, может быть, чистая вода Но ты его взболтни, если там муть есть на дне, вот, то все станет грязно Если вода чистая, то, сколько и ни болтай, тебе нечему подниматься Нечему, ни раздражение не поднимется в тебе, ни гнев, ни ярость В благочестии есть сила, поэтому оно помогает избавляться от искушений Оно дает тебе силу жить свято и правильно в этой жизни И когда мы живем У каждого возраста есть свои интересы, может быть Молодые люди, как возраст приходит, весна, влюбляемся Хочется какого-то внимания, хочется вот уже как-то осознавать себя В этом мире, нужен ли я кому-то, нужна ли я кому-то Вокруг красивые парни, ребята И вот, нужно ли мне здесь благочестие Как это должно работать в моей жизни, вот, в данный момент, вот, сейчас Потому что мы, ну, часто молимся, там, о работе, студенткой о сессии Школьники, там, об экзаменах, там, или какие-то еще есть такие житейские, бытовые моменты Но, когда я заглядываю в свое сердце Когда я строю отношения со своими, там, одноклассниками или одногруппниками Или на работе, то, что видят они во мне? Они видят во мне, ну, человека, которому нужно, там, много денег Или, я помню, на школе парни сразу видели Вот, а девчонке, ну, нужен парень И сразу к ней клеились, которые, ну, умели находить подход к девчонкам Вот, или про парня, а бабник, или, там, озабоченный И сразу видно таких людей, то есть И над ними начинают посмеивать, подшучивать Ну, это видно сразу И как-то не старайся, вроде бы, делать из себя что-то, но оно проявится И вот благочестие Это какая-то такая высокая планка моей жизни И если я христианин, вот, в своей среде обитания Дома, в школе, на работе, там, в институте То и это видно И люди видят, насколько... Потому что, вот, для молодых людей Парни к вам будут обязательно подкатывать, девчонки Вот, у парней тоже есть искушение Весна и красивые Девушки сейчас Взгляд падает на них Но, чему они себя посвящают? Стяжают ли я вот этого Ищу ли благочестия внутри себя Этих отношений с Богом? И намного проще найти кого-то в мире Потому что там тебе внимание Там тебе какое-то там ухаживание Ласковые слова Среди христиан, ну, не принято Молодой человек не может подойти к девушке Сказать что-то такое приятное Если брат к сестре я имею ввиду Потому что это сразу будет Ну, кто влюбился или что-то, да? Сразу такая, это... Ну, ярбы А еще так и есть Да, подошло, делал предложение практически, да? У нас... Вот И поэтому В христианстве все это сдержано И если человек даже имеет какие-то виды, там, на девушку То он сдерживает это в себе Потому что, ну, может быть, не времени пришло Может быть, это то, что, ну... Не главное Я не хочу строить отношения, ну, надевая маску с ней Или... А мне хочется узнать, какая она христианна Мне хочется, на самом деле, узнать, чтобы... Ну, мы увидели друг друга Так, молодые, общайтесь в обществе, там, служите вместе Ходите на кругу И вы узнаете друг друга лучше В мире же легче все это В мире тебе сказали ласковое слово То, чего, может быть, не говорят в церкви В мире какой-то парень подошел и... Что-то нашептал тебе... Там... У нас была женщинка, которая... Мне так нравятся парни на мотоциклах И вот первый попавшийся из мира на мотоцикле... На белом увез И вот... И вот... Ну, так легко... Так легко... Эту грань, эту... Рамки благочестия... Ну, потерять, потому что ты видишь эту... Границу и все... И... И... И кого в тебе видят? Христианина, христианку, или... Парни или девчонку, которой нужно... Ну... Имеет девушку... Имеет какие-то взаимоотношения с кем-то... И это становится чем-то главным... Спасибо... Долго на этом останавливаюсь, потому что... Хочется, чтобы вы понимали, что... Сила, которую Бог дает для благочестия... И... И вот эти все... Примеры... Они только позволяют нам увидеть, насколько мы... Благочестивы или нет... Насколько... В нас... Планка... Божьего присутствия... Ну, вот этого... Характера христианина... Ну... Для нас нужна... Насколько... Я хочу, чтобы этого не проявлялось... Вот... И это благочестие поможет избавиться от искушений... Когда... К тебе кто-то подкатывает... Парень подкатывает... Девушке... Девушке... Парни... У вас всегда есть слово свидетельства... У вас всегда есть слово о Христе... И вы можете... Это использовать для того, чтобы... У тебя есть ко мне интерес... А мне интерес к моему Богу... Я хочу тебя... Привлечь к моему Богу... Я хочу, чтобы ты узнал... В кого я верю... В первую очередь, чтобы он знал, в кого ты веришь... Или чтобы она знала, в кого ты веришь... Мы строим взаимоотношения в мире... Но в церкви эти люди не появляются... Зачем они вам? Благочестие украшает собой любую женщину... Великое приобретение... И украшение для женщин... Если мы откроем... Вот все... Помоги мне сейчас... Притчи... 333... Нет... Притчи 1122... Здесь... Другое украшение... Которое он совершенно не красит женщину... И... Оно очень ярко показывает... Ну... Разницу... Вот... Что золотое кольцо в носу свинит... Женщина красивая... И безрассудная... Интересно, что... Благочестие... И еще можешь показать... 913... Притчи... Женщина безрассудная... Шумливая... Глупая... Ничего не знающая... Вот... Такие вот... Образы яркие... Верни на... На слайды на моей... Благочестие... Третий пункт... Происходит без терпения... Производасти обродолюбия... А терпению... Что... Предстоит... Помните... На втором... Петра... Не терпению... Покажите вере вашей... Добродетели... Добродетели... Рассудительность и воздвижение... В воздвижении терпение... Терпение и благочестие Вот смотрите, благочестью Благочестью предстоит терпение, воздержание и рассудительность А вот мы сейчас прочитали про женщину, которая нерассудительная И эта женщина шумливая, глупая, крепливая То есть в характере, в котором нету рассуждения, нету здравого смысла И вот если ты видишь такую женщину или такого парня Который нерассудителен, который нетерпелив, невоздержан То он уже, ну, не благочестив Зачем строить с ним отношения дальше? Все, возвращай, да Имеет обетование в жизни настоящей и будущей Если ты благочестив, это приведет тебя к жизни вечной И вот, опять говоря о том, что это действие Божьей силы в тебе Говоря о том, что это великая тайна Христа в тебе То имеет обетование в жизни вечной Жить не настоящей и будущей Когда Андрей Петров проповедовал у нас, он рассказал секрет долгожительства Еще один, да, есть один, который вы все знаете Почитай отца и мать, будешь долговетим на земле Андрей Петров говорит, что долговеть еще зависит от того, что, кто помнит Ну, нет, как там? Ты используешь свое здоровье для того, чтобы он благовестит и возвещает Да, то есть Бог дает здоровье и долголетие, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас в чудный сосед И вот, когда мы благовествуем Я вот сегодня у нас Лев Павлович в гостях Сегодня он сказал, скоро ему 80 лет, но он несет служение в церкви, он благовествует Я думаю, что это секрет вашего долголетия, Лев Павлович Один из секретов И вот, благочестие имеет обетование жизни настоящей Если мы говорим о нашей сегодняшней земной жизни То, если ты благочестие, то это дает тебе обетование жизни настоящей и будущей То есть ты здесь будешь жить долго, чтобы возвещать, чтобы заботиться о родителях своих Чтобы в этом характере своем отражать Христа Если тебя, конечно, не распнут, или не перебилят, не проткнут копьем Или не повесят вниз головой на кресте Потому что благочестие иногда приводит к этим последствиям Но это за Христа Тогда блаженны вы Поэтому имеет обетование жизни настоящей и будущей Это я немножечко просто взял то, чем оно полезно, благочестие нам И это, как Андрей очень хорошо подметил Это не утренний туман и не роса Да не будь благочестие наше, как утренний туман Солнышко взошло, и все, и оно исчезло Или ветром сдуло твоё благочестие Сейчас оно есть, завтра нет И оно нужно только, когда выгодно тебе Оно не является гарантией материального благополучия Если я благочестие в Господе, как в Парисеи молится Я десятину тебе даю Я, значит, что там он еще делает? Делает не такой, как этот мутер грешник Вот здесь благочестие выражено в том, что Ну, как бы, Господи, я же тебе дал, теперь ты мне должен Благочестие не является гарантией материального достатка И даже напротив, вроде бы, я некоторые могут так рассуждать Или даже так жить, возьмите пример Иова Он жил благочестивой жизнью Но все пошло наперекосяк И он говорит, я не согрешил Ему хотя друзья говорят, ты согрешил, наверное Покаяться нужно, наверное, если там кого-то притеснил или обидел Нет, пусть Господь выйдет, я буду с ним судиться Я прав И его благочестие привело его к конфликту внутри Почему, если я живу правильно, на меня столько бедно бросилось В чем дело? И он говорит, искупитель мой жив Ну, Господь, когда показал ему себя То, он говорит, все-все, молчу Я увидел тебя, Господи, мне достаточно Потому что теперь я знаю, кто ты Я понял, что все мое благочестие Не для того, чтобы укралились мои деньги, мои стада Моя жизнь, все мое благочестие Для того, чтобы просто являть тебя Для того, чтобы ты просто жил во мне И если я думаю, что в моей жизни все должно стать гладко Я раньше так думал, когда пришел к Богу То должно у меня все наладиться Все мои хронические болезни исцелиться Мое финансовое состояние должно поправиться Как-то так вот в обществе все наладится Ну, на самом деле, так и произошло Но спустя годы И я понял, что если я пришел к Богу Это не значит, что теперь Бог должен мне Мое благочестие, мой приход к Богу Просто потому, что Он Бог И если, как вакуум пишет, не станет ничего Загони овец, винограда на лазея Хлеба не станет, я все равно буду славить моего Господа Все равно буду славить То есть мое благополучие, мое материальное состояние Никак не должно влиять на мой характер На мое отношение с Богом На то, что Он любит меня или нет Я потихонечку подхожу к тому, наверное, что хочу сказать Оно проявляется в характере Бывает притворным, ложным или истинным Тот фарисей, который молился Господи, я тебе даю десятину и еще такое прочее Потом Иисус обличает фарисея Вы даете десятину, смятые аниса и всего подобного Но правду, суд мой отвергли Сиротую вдову не презрели И вот истинное их благочестие оказалось Тотворным, пустым и бесплодным Они не заботились о вдовах и сиротую Когда та вдова положила две лепки Мы любим сквозь проповеди, что она дала больше всех Она отдала все последнее сокровицу Другим много дают Она вообще так любит Бога, так верит Ему Для ничего подобного Она отдала последнее, потому что фарисеи и книжники Не заботились о вдовах и сиротах Ей нечего больше дать Она на самом деле проявила свою веру Но самое главное это иллюстрация к тому, что Вы перестали заботиться о вдовах и сиротах Вы то, что должны отдать своим родителям Говорить это Богу Это мы служим Ему, мы отдаем вот все И благочестие стало лживым вдова, которая должна быть на обеспечении Израиля, на обеспечении народа Божьего Она отдает последнее У нее больше нечего дать, потому что прекратилась эта забота Перестали люди быть благочестивыми И вот, наверное, можно следующий слайд Как проявляется благочестие И вот, давай, наверное, сначала первая Я отношусь к вам Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал Благочестие проявляется в том, что если ты говоришь, что ты так поступаешь Ты поступаешь так, как он поступал Если ты христианин, то ты поступаешь, как Христос И в этом великое благочестие тайна Бог явился во плоти И показал себя в нас Он показал себя в начале во Христе А потом проявляет себя в своей церкви В нас, в верующих По действию державной силы Его По богатству Его благости и любви каждому из нас Поэтому благочестие – это честь Богу за характер Христа в нас И это не что-то, что сделает тебя успешным в этом мире Может быть, даже наоборот А это то, что Бог начнет жить в тебе Проявлять себя в тебе И его характер И следующий слайд Как это еще проявляется Внешность благочестия Одежда Я отобразаю камень В воду, чтобы пошли круги Говоря об одежде Которая говорит о нашей скромности О нашей кротости О том, чтобы Нам избегать соблазнов И других не вводить соблазнов То есть, чем больше Я раздета Говорит девушка С всем своим видом Тем более, я доступна Поэтому Если я более доступна То для чего это тебе нужно Чтобы меня замечали парни Чтобы на меня обращали внимание Или обращали внимание на Христа Который во мне И вот здесь Каждый сам Проведи свою грань Что парень Что девчонка Что старец Что молодой Проведи свою грань В чем проявляется благочестие в моем Благочестив ли я В характере В жизни И во внешности И следующий Наверное, я сейчас подхожу к главному Есть Как я сказал Ложное благочестие Притворное и истинное Благочестие Которое проявляется В человеке И когда мы Говорим об этих понятиях Как узнать Благочестив я или нет То Нужно проверить себя Через Две системы Система принятия Божьей любви Система достижения Божьей любви И вот здесь вот Можно вспомнить В детстве мы Каждый Ловили Таких мы их назвали Трутики Они называются Мухи-журчалки По-моему Которые Очень похожи на пчел Но мы знали Что это не пчела И ловили их Приязывали Там ниточку кладки У нас такая Влажная собачка Своя Да Лети мушка Не живоет Вот И вот она Очень похожа Это такая Мимикрия Называется То есть Быть тем Кем ты не являешься Сложное благочестие Это Когда я Тот Кем я не являюсь Эта мушка Спокойно Летает Светканый цветок И ест Ихтар Но она И среди пчел Она Фактически Одно и то же Хищник ее не ест Потому что Боится пчела Но от нее нет Никакого толка В ульи Потому что Она не носит туда мед Это муха Которая просто Набивает Блюх И все И вот это Ложное благочестие Когда Я не матерюсь Во время поста Или Как одна Там Время приходит На самогон Она К раз в угол Задернет шторки На иконе Господи Пока Значит Я тут Телом своим Занимаюсь Потом Все прибрала Все Убрала Все Теперь можно Господи Садить И как Вот это Может проявляться Система принятия Система Достижения Божьей любви Когда мы С Наташкой Поженились И опять Все На наших Примерах Опять Расскажет Мне А то Мне Проповедует Когда мы Поженились Для меня Было очень Сложно Понять Что Меня Можно Любить Вот Я Я Жил в системе Достижения Ее любви Я Говорю Что мне Сделать Чтобы Тебя Любить Чтобы Ну Или Чтобы Я Был Более Достоин Твоей Любви Чем Я Есть На самом Деле Как Я Думал И Через То Что Через Мои Косяки Через Мои Через Мои Косяки Она Продолжала Меня Любить Она Любит Меня Дальше Дальше Больше И Я Понимаю Что Параллельно Где То Мое Падение Мое Отступление От Бога А Он Раз И Благословит А Он Раз И Зайдет На Меня Свою Любовь Я Господи Я Не Достоин Этого Всего Меня Больше Всего Сохрушала Его Любовь Меня Больше Всего Изменяла Мое Сердце Его Любовь И Ее Любовь Я Не Мог Себя Принять Я Пытался Достичь Этой Любви Я Хотел Стать Лучше Чем Таким Выделить И Так Далее Пока Я Не Понял Что Божья Любовь Нужно Просто Принимать Просто Принимать Он Достиг Нас Не Мы Его Достиг И Вот Это Благочестие Это Божья Сила В Нас Его Присутствие В Нас Не Вы Меня Избрали А Я Вас Избрал И Поставил Вас То Бог На Нас Смотрит Не Теми Глазами Какими Мы Смотрим На Седя Или Другие Смотрят На Нас Мне Потому Что Люди Говорили Что Про Меня Я Этому Верил Я Думал Что Да Я Такой И Как Вообще Жить В Этой Мире Дальше Когда Ты Не Можешь Угодить Всем Ты Не Можешь Угодить Этой Системе Ты Не Можешь Получить Все Петровки И Стать Отличником Чтобы С Ты Успешный Менеджер Тут Успешный Бизнесмен Успешный Проповедник Пастор Каждый Может попасть На эту удочку На систему Достижений Чтобы Стремиться Всегда Быть Лучше Ведь Не Нужно Стремиться Быть Лучше Нужно Просто Быть Лобом Нужно Просто Принять Его Любовь К Тебе И Жить В этой Любви И Когда Я До Этого Дошел Что Господи Я шел через конфликты Ты Меня Любишь А я Себя Нет Ты Меня Принимаешь А я Себя Нет Я Себя Не Возпринимал Я Не Бог Принять Себя И Это Было Прежде Сего И Более Всего Таким Кам Преткновением И Мое Благочестие Оно Было Все Вымучено Каким То Мне Но Когда Я Начал Принимать Себя Господи Если Ты Видишь Меня Таким Если Ты Поставил Меня Если Ты Дал Мне Эту Семью Дал Мне Счастье Такое Может Я Не Достоин Но Я Просто Принимаю Это С Благодарностью И За Все Благодарите Благодарите Когда Бог Просто Принимает Вас И Это Дает Такую Свободу Это Дает Такую Радость Восторг От Того Что Я Принят Такой Какой Есть Без Всяких Историй Еще Дверь Тысяч Лет Назад Я Еще Не Родился А Он Принял Меня Завтра Может Я Согрушу Не Дай Бог Я Не Хочу Но Бог Уже Принял Меня Завтрашнего И Пять Лет Спустя Он Меня Принял Он Знает Что Будет Со Мною И Он Знает Такими Путями Я Пойду И Он Эти Пути Готовит Для Меня И Мои Благочестие Это Мои Пути В Боге Как Я Хожу Куда Я Иду И В Какой Системе Ценностей Я Живу Вот Эта Система Принятия Или Система Достижения Она Настолько Помогает Проверять Себя И Когда Человек Согрешает На Лена Растает Чувства Какой Я Плохой Какой Такой Сипой В этот Момент Как Писание Написано Кто Исповедует Грехи Свои Того Я Чищен И Как Первая Анна Первая Лава Молная Мы Верим Правде Нас Чистим Да Дополго Верим Правде Нас О Всякой Неправды И Попросит И очистит И очистит И очистит Нас И Прости Там Грехи Наши И очистит Нас От всякой Неправды И Когда Вот Это Понимаешь Что Ты Просто Приходишь Господи Очисти Меня Прости Меня Очи Меня Я Я Принят Тобой Я Верою Принимаю Твое Принятие И Это Насколько Сложно И Насколько Просто И Насколько Дает Благодать И Свободу И Вот Наши Поступки Тоже Бывают Такой С Правильной Неправильной Мотивацией Почему Я Делаю То Что Делаю Почему Во мне Происходит Что-то Я на эмоциях Просто Или нет Для Не Всем Но Это Когда Я Уверовал Я Как-то Во вторник Уверовал А в воскресенье Я был Быстрый На крещении Дед Силер Горгачев Примал Крещение Там Человек 18 Было Вот То Я Четыре Дня Или Пять Дней Верующий И Для Меня Эти Попа Крестьян Заходят В воду Крещение У них Я Это Наташке Говорю Я Тоже Хочу Я Разбежался Быть туда В воду Подожди Ты еще Даже Не знал Что я Покаялся Тогда И Тогда После Крещения Где-то Кушали Я Игорю Признался Я Покаялся Я Говорю Такой Да Ну Про Фото Недоверчивый Посмотрим Осмотрим Готовить Мне надо Процесс Слава Богу У меня Вот Это Время Тогда Но После Этого Я С Крещения Приезжаю Себе Студентом Приезжаю В общежитие Но На таких Крыльях На таком Подъеме Не едали Но Хочется Ведь И Недалеко От нас Степла Речка Там В лесу Я Я Пошел На эту Речку Никого Нет И Я Крестил Себя Во имя Отзависим Святого Духа А Недалеко Отзависим Недалеко Отзависим Недалеко Пойдем Пойдем Погуляем И мы Пошли Как погуляли Я вечером Прихожу Домой И мне так Стыдно Я говорю Господи Какое я Крещение Принял Куда Ну О чем Я вообще Думал То есть Мне настолько Унесло В моем Прошлую жизнь Просто Бог Показал Мне Ну Да Тут конечно На крыльях Летался Эмоции А вот Какой ты Настоящий И мне это Настолько Сокрушило Я Тогда просто Плак У меня Потом была Еще такая Серия Целых Покаяний Когда Бог Очищал Меня Показывал Мне Настоящего Кручил Меня Потому что Да я принимаю Тебя Я люблю Тебя Ты очищал Не очищал Если Лучше Выходит С меня Снимал Тогда Владимир Иванович Говорил Что Сколько У тебя Еще мусора В голове Мусор Из головы В общем Большая Работа Проведила Почему Я делаю То что Делать Почему Я поступаю Так или Иначе Вроде бы Я Хорошее Действие Совершил Решение Принял Ну Так Богу Себя посвятил Вот И вот Что движет Ное Эмоции Или это Такое Посвящение Богу И вот Якова 1.26 Когда мы критикуем Друг друга Или позволяем Себе Вчера Очень сестра По молитвам Хорошо Помолилась Дай нам Господи Не Павла Татьяна Молилась Принимать Друг друга В любви Не критиковать Не Веж Я так Своими словами Как я понял Не навешивать Явлоки Какие-то Друг на друга Что А Это Сестра Такая Брат Такой А Принимать Так Как Бог Принял Христе Ведь В этом Тоже Благочестие Когда Мы Не Язык Свой Распускаем Для того Чтобы Покритиковать Или Как-то Пообсуждать А Принять Его Кто не Обуздывает Своего Языка У того Ложное Благочестие Получается Кто Обуздывает Тот Благочестивый Человек Кто Думает Да Что Благочестив Вот И Сплетни Или Обиды Какие-то Как Не помню Вы помнили Андрей Петров Тоже Рассказал Говорит Когда Женщина Уже Ее Кто-то Обидел В церкви Она говорит Пастор Я 60 лет Верующий Как могли Со мной Поступить Так Обидели Меня До глубины Души Ты 60 лет Верующий И до сих пор Обижаешься Тебе Еще Есть Вот Эгоизм Такой Самолюбие Что Тебя Касается Какое-то Слово Или Что-то Под себя Сделали Говорит Спасибо Пастор Впервые За 60 лет Кто-нибудь Ладно Как Я жива В такой Системе Достижения Непринятия Вот Когда я Когда я согрешаю Вот это Первая Анна 1.9 Бог Будучи верен И праведен Простит И очистит Когда я согрешаю То Ну Я сейчас Так в образе Вляпался Вляпался В грязь Ну Так Вляпался Какая реакция У Ребенка Вот он Вляпался Такой Весь Испачканный Что Обычно Он делает Да Плачет 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 Дальше прыгает Дальше прыгает Да Еще не наигрался Да Но обычно это ребенок к маме бежит, потому что если ему неприятно, если хочется очистить, если не хочется очиститься, да, он будет еще дальше там, после как все блядь не перемешиваться. Но если он испачивается, ему это неприятно, то он бежит к маме. Мама, помоги очисти меня, омой меня. Если взрослый вляпался, какая реакция? Другая это свальт. Другая это свальт, правительство для дороги, еще что-то. Обычно взрослый, ему стыдно, он прячет, чтобы не увидели, ой, вляпался, хака, потом на ютубе выложат, как это, курьезы какие-то, да, с человеком. Он прячет, ему стыдно, и он как бы отмыться дома и сразу очистится. То есть у ребенка и у взрослого обычно разная реакция на то, что я запачкался в грехе. И вот очиститься есть желание. То есть у взрослого система достижений, я сам, я сам очистюсь, я сам должен выглядеть хорошо, можно поругать до правительства или дороги, или еще что-то, но я сам должен выглядеть. Ребенок не думает о том, что я сам. Он идет, мама, очисти меня, прости меня. Вот когда мы к Богу, какая реакция у нас, когда мы согрешаем, как мы реагируем? Мы прячемся, как Адам, прикрываемся какими-то там делами своими или еще чем-то, или мы идем на встречу и говорим, Господи, прости и очисти. Я исповедую, я опять пряпался, я не хочу этого, это мне противно, и будьте как дети, потому что их есть Царство Небесное. И в этом благочестии ты живешь в системе принятия, я принимаю Божью любовь, мама меня любит, Бог меня любит. И это факт, это то, чем я живу, это моя вера, это моя жизнь, это тайна, великая тайна благочестия Христа в нас, это его характер в нас. И вот когда, вспомните последний пример, Авраам, можно следующий фильм, слайд. А не с Авраамом, а с этого. Велилось облако, осеняющее их, и из облака шел глаз глаголищей. А что-то у меня не видно уже. В алкоголище какой был? Все есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Вот смотрите, образ благочестия, и можно следующий слайд включить. А, вот он как. Это Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. И это следующее. И вот Сын Возлюбленный, это же было при крещении, да? Когда Иисус выходил из воды, и Дух Святой Возлюбленный в голове, и глаз с неба глаголищей. Сей Сын Мой Возлюбленный. И вот благочестие, это знаете, как Божий взгляд на тебя. Кто ты в Его глазах? Христос вышел, и Бог сказал ему, кто Он. И Иисус в этом, с этим взглядом и все, и все служение прошел. Все, весь путь Его совершил. Это Сын Возлюбленный, Который Мое благоволение, Его слушайте. И вот когда это касается нас с вами, какие Божьи стандарты, какой Его взгляд на тебя? К чему веришь ты? Ты веришь тому, что ты думаешь о себе? Ты веришь тому, что люди думают о тебе? Или ты веришь и принимаешь, просто принимаешь то, что думает Бог о тебе? Ты мой сын. Ты моя дочь. Твое имя записано у меня на руках. Я умный за тебя на голове. И если всякого приходящего ко мне не изгоню вон. Приходите ко мне, все друждающиеся, обремененные, я успокою вас. Игое благое, и время мое не тяжкое. Ну и так далее, и так далее. Библия наполнена вот этими взглядами Бога на тебя. Кто ты в Его глазах? И живя вот этой истиной, ты приобретаешь Его характер в себе. Это Его стандарты, которые в тебе. Вот образ Авраама, который Бог пообещал ему сына. Он его вел путями веры. Но вот нет сына, нет, нет, нет. Уже времени много прошло. И Бог его, ну и у Авраама как бы так, Господи, ну вот до сих пор нет наследника у меня. Как бы такой, не знаю, это был упрек или как стомнение какое-то, или напоминание Богу. И Бог говорит, ну-ка пойдем, пойдем. Берет его, выводит его, говорит, посмотри на небо. Посмотри на небо. Вот эти звезды, которые есть, это будут потомки твои. Пойдем еще, пойдем, пойдем, пойдем. Подводит его к берегу моря. Вот песок, это потомки твои, которые будут после тебя. Это мое обещание. Если я пообещал, я исполню. Если Бог пообещал, чтобы твою жизнь, Он исполнит это. И, когда, последний статус Вечипел. Когда мы принимаем решение какое-то. Когда мы думаем поступить так или иначе. Посмотри на небо. Посмотри на то, что, ну, обрати свой взгляд туда. Господи, а ты что думаешь? Даже одеваешься в церковь. Ну, через зеркало стоишь. Посмотри на зеркало туда. Господи, я тебе нравлюсь. Проверите себя. Это не в характере, Господи, я нравлюсь тебе сейчас. Я хочу радовать тебя, я хочу, чтобы твой характер проявлялся во мне. Смотри на небо, когда приходишь и желаешь этого, желаешь быть благочестивым. Иисус вышел на служение и принял решение идти. Он посмотрел на небо и оттуда был голос. И Он прошел весь свой путь. Он умер за нас на Голгофе. И вот сегодня мы будем вспоминать причастие. И это тайна вот этого благочестия в нас. Бог воплотился, чтобы жить в нас. Любить нас. И чтобы мы учились принимать эту любовь. Вы видите, тема благочестия очень широкая и сложная. И, наверное, каждый воспримет ее как-то по-своему. Ну, стремитесь к этому. Ищите Бога. Ищите лица Его. А ходите с Ним. Живите с Ним. Доверяйте Ему. Доверяйте той истине, которую Он сказал о вас своим словом. Водите его. Вам хочется усилий. Будете пить. Сейчас приготовляться к причастию.